Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из святого города Иерусалима. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. И это очень интересно. Это очень интересно, что когда мы изучаем Тору, что вообще происходит в момент изучения Торы? Давайте разберемся. В момент изучения Тора мы присоединяемся к мыслю, то есть мы схватываем мыслью то, что вышло от Всевышнего. Тора – это мысль Бога, можно сказать, да? Если так можно выразиться. И когда мы берем эту мысль Всевышнего и охватываем ее своей мыслью, да? И они вместе соединяются. То есть мы постигаем, понимаем вот эти вот слова Торы. Мы постигаем, стараемся постигнуть желание Всевышнего, которое скрыто в этих словах Торы, то в этот момент божественный свет, который Всевышний – это как свет, энергия, такая особая духовная сила, она прямо освещает внутри голову. И что? И отлично – это то, что и нужно. Потому что, потому что, если не впускать в голову Тору, то что входит в голову? В голову входит что-то другое. То есть в отличие от еды, которую мы еще хоть как-то можем фильтровать, да, человек фильтрует еду, что скушает, человек выбирает себе, это скушает или другое что-то скушает. А информацию мы не фильтруем. Информацию у нас полностью, типа, заходи в мою голову, кто хочет, и место открыто, место открыто, кто хочет, давай, вот интернет, давай, лента новостей, давай, лей мне в голову все, что хочешь. Гуляй по моим мозгам и по моим мыслям, каждый встречный и поперечный, да. Вот Анна Ковальчук, она в тарелку уже выбирает, что кушать, а мысли, ты не можешь сразу закрыть голову. Мало этого, еда, ты можешь, если тебе какая-то еда не нравится, ты можешь ее вырвать, да, можно, пальцы в рот и вырвал. А мысль ты уже вырвать не можешь. То есть та мысль, которая тебе вошла в голову, то, что ты видел, оно уже там и останется. То, что ты слышал, там и останется. То, что ты думал, чем больше ты думаешь, я это думать не хочу, тем оно сильнее тебе в голову входит. Представляете вообще, какая интересная вещь. Поэтому мы изучаем Тору, чтобы наполниться вот этим светом. Тора – это противоядие против злого начала. То есть те, которые реально, вот как Раби Шиман Барюхай, например, да, который составитель силы княги Зоар, у него такое было власть над своими мыслями и вообще через мысли над реальностью, что он мог посмотреть и сгорал этот самый. Вот он, когда вышел из пещеры, он увидел крестьянина, который пахал, он на него посмотрел, и он сгорел. А его сын его оживил, потом этого крестьянина. Представляете? Хорошо. Значит, вот мы изучаем Тору. Сегодня мы находимся в, мы находимся в 5 ТВТ сегодня. 5 ТВТ и одновременно 9 декабря. Очень здесь интересная вещь, сказанная такая, да, в этой книге Хитас, по которой мы учимся. В Хитас написано так, что любавеческие рэбы, значит, в принципе, есть в Торе, Тору получил Машер Абен, он был один. Он получил Тору и передал ее 12 коленам народа Израиля. Передал он Тору. 40 лет в пустыне он обучал Торе. Потом все зашли в землю Израиля и в земле Израиля жили до того, как построил, например, царь Соломон построил первый храм. Где-то уже 500 лет они жили, стоял передвижной мешкан, потом был царь Давид, потом царь Соломон, потом разрушился первый. храм Бавилонское изгнание, второй храм. В общем, потом идет, вот мы сейчас находимся в 2000-летнем изгнании после второго храма. Ее покупать не надо, ее можно скачивать. Зайдите к нам на канал и можно каждый раз та книжечка, по которой я учусь, ее можно скачивать. Даже сейчас мы попросим, если есть Гриша Цибульский и в слушателях урока, то он может в комментарии закрепить ссылочку на скачивание этой книжечки. И вообще было бы классно. Каждый урок я с Божьей помощью буду с завтрашнего дня делать. Буду вам, блинэдер, ставить ссылочку на скачивание, чтобы вы могли ту книгу, по которой я иду, скачивать. Значит, смотрите, есть в Среди, в Торе, есть разные направления. Да, вот Гриша как раз с нами, и он может быть поставить сейчас ссылочку, закрепит, закрепит комментарий, чтобы могли скачать Хитас, да, сегодняшнего дня. Значит, Хитас, есть Любавичисти Рэбе, я не буду сейчас вдаваться в подробности, в общем, Любавичисти Рэбе, я здесь сегодня хотел обратить внимание, что у них была специальная такая практика, что они сидели, специально выделяли время, и думали о своих хасидах. То есть, Рэбе это как учитель такой, у него есть его хасиды, и вот Любавичисти Хасиды, это Хаббат они называются, да, у них были Рэбе, сейчас седьмой, семь, последний седьмой Рэбе, он умер лет пятнадцать назад. И у них была такая практика, у этих Рэбе, что они сидели и думали о своих хасидах, о каждом в отдельности, о каждом из своих учеников, они его представляли и думали о нем, сосредоточившись на любви и доброте, которую они испытывали к ним. То есть, они представляли себе своих хасидов, думали о них, и посылали им то, что называется любовь и доброту. Теперь есть, мы учили в Мишле, в притчах царя Соломона, мы учили, кемаем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так лево дам, так сердце человека отражает твое к нему отношение. Что получается? Что получается? Получается очень просто. Когда ты думаешь о ком-то с любовью и добротой, да, мы отсюда учим, то в этот момент, как, то есть, то, что ты чувствуешь к нему в своем сердце, он начинает это чувствовать в своем сердце. Представляете? И рэбэ, они передавали вот эту любовь и доброту каждому своему хасиду. И что? И хасиды любили рэбэ. Как они любили рэбэ, и как до сих пор любят любая часть хасиды своих рэбэ, так мало я видел людей, которые так бы любили даже самых своих близких. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Это такое было, как вступление. Сейчас, недельная глава, мы остановились на том месте, что Яаков получает благословение от Всевышнего, и Всевышнему говорит, не бойся, иди, говорит, в Едипет, и Йосеф тебя похоронит, и похоронит тебя в земле Израиля. Всевышнему пообещал. И Яаков тогда спокойно и радостно выходит, и нам Тора сейчас перечисляет, значит, перечисляет, вот имена сынов Израиля Абаим Мицраима, которые с ним вместе пришли в Египет. Тоже еще раз мы обратим на это внимание, что когда народ Израиля живет в Израиле, то Израиль, он находится духовно, это земля, как ворота в небо. То есть, духовно в Израиль поднимаются. А в самом Израиле, вот если на иврите, когда говорят, не говорят, я еду в Иерусалим, говорят, они Оле Ле Ярушалаем, я поднимаюсь в Иерусалим. Тот, кто приезжает, евреи, которые репатриируются в Израиль, это на русском называется, репатриируются. А на иврите они называются Олим Хадашим, поднявшиеся новые. То есть, Израиль, на иврите, на святом языке, Израиль, это в него поднимаются. А в Израиле, в Иерусалим поднимаются, подняться в Иерусалим. А в Иерусалиме, говорят, подняться на Арабайт, на храмовую гору. То есть, все выше, выше, выше. Но это более духовное понятие. Теперь, но когда Израиль, Исраэль, да, Яаков, и вся его семья, они переходили в Египет, сторонам говорит, что вот имена сынов Яакова приходящих. То есть, они все передвинулись, как бы Израиль, вот он, Израиль, и он передвинулся в Египет. Все, они там. Яаков, его сыновья, значит, его сыновья. И Тора нам свидетельствует очень интересная вещь, Пхор, Яаков, Реувен. То есть, первенец Яакова, Реувен. Значит, Реувен все равно остался первенцем Яакова. Это так интересно, потому что, потому что, Йосеф же тоже был первенцем, только Йосеф был первенцем от Рахели, а Реувен был первенцем от Леи. И Реувен был первенцем от Леи, и Тора нам свидетельствует, что Лея была нелюбимая жена, что любил больше Яаков Рахель. Но у нас есть как раз отдельная глава в Торе, называется «Тида цели Милхама», когда выйдешь на войну. И там написано, что если будет у человека две жены, одна любимая, одна нелюбимая, и первенец будет от нелюбимой, то не можешь ты его лишать первенца, первенства. И вот здесь нам Тора как раз свидетельствует, что Яаков, он шел даже еще до дарования Торы, это же было до дарования Торы, он шел по Торе, и Тора нам говорит, что первенец Яакова Реувен. Несмотря на то, что до этого было написано, что Лея была нелюбимая жена, но Яаков все делал по Торе. Это очень важная такая вещь. Смотрите, люблю-не люблю, это эмоция. И когда человек в жизни руководствуется эмоциями, руководствуется какими-то своими интересами и так далее, хочу-не хочу, то это его запутывает, это очень запутывает жизнь. Но если человек идет по Торе, которую дал Всевышний, тогда у него жизнь очень прямая, такая распутанная, спокойная и правильная. То есть, если ты не знаешь ответа, у тебя только как раз перед уроком с женой разговаривал и задаю ей вопрос, вот как мне поступить сейчас, вот у меня есть дилемма. Она мне говорит, а у тебя всегда дилемма. Я говорю, ну правильно, это Всевышний так мир создал, у всех нас дилемма. Мы все находимся постоянно в дилемме, это дуальный мир такой, двойной. У нас даже внутри дилемма все время, между телом и душой, между желаниями и правильно, и хочу. Человек все время в дилемме. И вот, значит, у меня была дилемма. Я думаю, как я, у меня было в этом, в этой дилемме, у меня был вопрос, как я хочу, или что я думаю для меня правильно. И это самый обман. Правильно, если у вас есть дилемма, пойти к Равину, жизненная дилемма, важная дилемма, и поговорить с Равином. И Равин вам со стороны скажет, как Тора думает по этому поводу. И в этом случае я вам скажу, что если вы делаете, как Равин советует, тогда у вас будет больше вероятности, что Всевышний поддержит ваше решение. Потому что, если вы делаете по Торе и потому, что сказал Равин, тогда эта вероятность, что получится, она намного выше, чем вы слушаете свое сердце. Знаешь, слушай свое сердце. И что? Слушай свое сердце. Сколько слушала свое сердце в казино? Сколько слушала свое сердце в картах? Или бросая свою семью, не дай бог, а потом оказываясь у разбитого корыта? Значит, я считаю, что не слушай свое сердце, а слушай Тору. Это намного более четкий в жизни критерий для правильного выбора. Значит, Яаков, он первенец был Рувен и все. Дальше идет перечисление. Сыны Рувена и идут дальше сыновья. И весь сегодняшний отрывок идет перечисление, значит, идет перечисление сыновья Яакова и их сыновья, внуки. Сыновья Яакова и внуки. Сыновья Яакова и внуки. По каждому сыну идет, значит, перечисление. Получилось, сыны Леи, которых она родила Яакову, впадана на раме и Дину, его дочь, и всего она ему родила, Знаете, сколько получилось, если взять сыновей и внуков, которые шли в Египет, то от Леи было 33 человека, представляете? Одна женщина, одна жена дала Яакову 6 сыновей и получается всего если 33, 6 и 27 внуков, то есть они были все очень плодовитые. У нее было 6 сыновей и в среднем у каждого сына было по 4 уже к этому моменту, по 4 уже было сына, то есть в среднем. Представляете, какая вообще древо жизни? Написано, что Тора это древо жизни для того, кто за нее держится. А тот, кто ее поддерживает, Тору, как все наши спонсоры, спасибо тем, кто поддерживает уроки Маикры, то вы как раз попадаете под вторую часть этого отрывка из псалмов. Значит, счастливы те, кто ее держится в этом Хеа Меушар, а тот, кто ее поддерживает, счастлив. То есть тот, кто ее поддерживает Тору, он тоже счастлив, потому что можно изучать, это классно, то есть ты соединяешься с Торой, а можно ее поддерживать, то есть стать частью того, кто ее распространяет. Это очень круто. Значит, вопрос, почему Ицхак стал первенцем вместо Ишмаэля? Дамир, молодец, Дамир прям вообще. Давайте подумаем вместе. Хороший вопрос, почему Ицхак стал первенцем Ишмаэля? Очень просто, это же простейший на это есть ответ прямо в Торе. Ему Бог сказал это напрямую, Авраму Бог сказал напрямую, именно через Ицхака пойдет твое наследие, твое потомство. То есть из Ишмаэля Бог ему пообещал, я сделаю великий народ. Двенадцать тоже у него было сыновей у Ишмаэля, тоже было обещание Бога, да. Он как раз сказал, Ишмаэль услышит Бог, там есть имя Всевышнего, но потомство, главное твое как бы продолжение, пойдет через Ицхака. Если бы он так не сказал, то был бы у него первенцем Ишмаэль. То есть Аврам он был как раз пророк, который поэтому и стал Аврам, поэтому он и стал таким близким к Богу, что он прямо во всем слушался Всевышнего. То есть у него не было своего Я. И Всевышний его так проверил потом, представляете? Он ему сказал, а ну-ка убей Ицхака. Хорошо, пойдет все через Ицхака, через него все пойдет, все. А потом говорит, а теперь убей его. И Аврам такой, как? Как? Всевышний говорит, вот так. И Аврам говорит, ну так, 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 все. И в этом было вот как раз, вот это было величие Аврама. Дальше идет перечисление других детей, сыны Зильпа и так далее, и сыны Рахели, жены Якова, Йосеф и Бениамин. И интересно, Раши отмечает здесь, да, Устная Тора, вот как раз, Раши приводит, вот смотрите, написано в 19-м отрывке. Бне Рахель, Эшет Яков. Сыновья Рахели, жены Якова. Про других жен не написано, что они жены Якова. А просто написано, написано, вот смотрите, как написано про Лею, да? Про Лею сейчас мы увидим, секундочку. Про Лею написано, это сыны, вот, например, Эля Бней Зильпа написано, а дальше написано Бней Рахель, Эшет Яков, жены Якова. И Раша говорит, обо всех других женах не сказана жена Якова, а только о ней сказано, потому что она была основой его дома. То есть жена Якова была Рахель, но он женился это вначале на Лее. В общем, все очень запутано в жизни. Что мы видим из праотцов, и вообще, даже мы посмотрим на праотцова в раме с как Яков, посмотрим мы не на праотцова, на своих дедушек, бабушек, на себя. Все в жизни очень запутано, очень жизнь сложная. Началось это все с Адама Решона, с первого человека. В этой жизни гарантировано каждому из нас только одно, только одно, изменение и сложности. Это гарантия. Не бывает в жизни без изменений и без сложностей. Теперь все остальное не гарантировано. Все остальное это ты выбираешь, как реагировать, как себя вести, как принимать, верить в Бога, не верить в Бога, как все описывать, как интерпретировать. Это все твой выбор. На что обратить внимание, на что не обратить внимание. Это свобода. Человек создатель своего внутреннего мира. Но гарантировано сложности. Сложности будут, это факт. Всевышний каждому из нас дает очень уровни игры разные. Значит, дальше у Йосифа родились дети в земле Египта. Идет все перечисление. Сегодняшний отрывок, идет перечисление. И мы пришли к кульминации сегодняшнего отрывка. Коль Анефеш, Аба, Ляаков, Митсраима. Всех. И написано в единственном числе. Коль Анефеш. Вся душа, которая пришла с Яаковым в Египет, которые вышли из его чересел. Такое есть на русском слово. А на еврейте это ерех. Ерех это как, ну, чересло, да, вот эта вот часть. Таз и нога, где отрастает, называется ерех, бедро, а на русский переводят чересло. Вся душа, в единственном числе написано, мы сейчас на этом остановимся, которая пришла с Яаковым в Египет, которые вышли из его чересла. Кроме жен сыновей Яакова, вся эта была душа Шишим Вешеш. 66. 66 человек зашлись с Яаковым из земли Кнаан. 3 человека, Йосеф и 2 его сына, были в Египте. И одна, Йохевет, мама Мошер Абену, родилась между, она на границе родилась. Прямо на границе. Йохевет родилась, на границе родилась и получилось 70. Все. 70. И это было как одна душа. Вот это вот то, что делает акцент Раши, что когда говорится о сыновьях Исава, написано было у него 6 душ. А про Яакова говорится 70, но это было как одна душа. Почему это была одна душа? Интересно, что это была одна душа, потому что они верили в единого Бога. А сыновья Исава верили в разных идолов. И вот это очень интересно, что людей объединяет. Вот особенно в наше время тяжело объединиться. Вот многие люди сейчас очень страдают от одиночества. Есть очень большое расхождение между детьми, родителями, между теми, которые там дедушки и так далее. Почему? Потому что информационное поле, оно меняется каждый год вообще. Я вот вчера разговаривал с одним человеком, который у меня младше на 10 лет. Он использует слово какое-то, я говорю, я не знаю этого слова, ты мне скажи, что оно значит. То есть это не литера, это слово, возникшее вот в последние несколько лет. И тем более молодежь, которые дети, они говорят вообще на своем языке. И очень важно, когда у людей есть что-то объединяющее их в одно целое. И этим объединяющим фактором может стать вера. Может стать вера в единого Бога. Это то, что всех объединяет. И когда придет Машиах, у всех будет одна вера в одного Бога, в Создателя Творца Мироздания, в единого Бога. И всем будет понятно, что как Бог един, так все души, которые соединяются с Богом, они едины. Так же все люди едины. И тогда будет мир очень приятный. Ваавта лереха камоха. Значит, возлюби ближнего как себя. Человек любит себя, любит Всевышнего, любит ближнего. У него все хорошо, он любит, он занимается каким-то полезным трудом. Волк любит овечку. Все вместе как-то живут. Все отлично. Как будто такой вот будет приятный мир. И мы можем и должны, в принципе, стараться этот мир создать приятный сейчас. Найти внутри какое-то решение этой дилеммы, да, внутренней дилеммы. А может ее и не решать, потому что, в принципе, все дилеммы находятся в виртуальном пространстве. И когда ты понимаешь, что дилемма-то твоя, она надуманная, и ты сам ее надумал, и сам же теперь в ней и сидишь в этой дилемме. И ты можешь эту дилемму просто так же, как ты ее придумал, так же ты ее можешь схлопнуть. А как ты ее можешь схлопнуть? Она же уже дилемма есть. А ты можешь просто создать себе новую дилемму вместо прежней. А можешь вообще погрузиться в изучение Торы, в молитву, в медитацию, и у тебя не будет дилеммы тогда. То есть все дилеммы придуманы. Вот это я вам хочу сказать. И, значит, всем желаю хорошего дня, полного любви, доброты, единства. И чтобы было у нас поменьше дилемм, а побольше, как сказать, есть дилемма – это двойственность. А когда все одинаково, просто и понятно. Чтобы было очень много просто, понятно и, значит, спокойно. Вот так вот. Нету дилемм. Все. Есть Бог один, имя его единое. Все. Всем счастливо, хорошего дня.